Ну и вот как мы уже анонсировали, мы последнюю часть «Утра на Болткоме» обязательно посвящаем событиям культуры, и сегодня в 19 часов в кинотеатре «Сплендед Палас» есть возможность, я бы сказал даже уникальное, потому что непонятно, будут ли еще сеансы, посмотреть картину, которая уже гремит по всему миру, которая пользуется большим интересом, спросом у зрителей, и это документальное кино, и то, что документальный фильм, вот мы об этом тоже поговорим, так долго находится в прокате, и люди интересуются и спрашивают его, где ты, Адам? Фильм, который рассказывает о жизни одного из монастырей Святой Горы Афон, и сегодня в нашей студии создатель фильма, его продюсер, протодиакон Александр Плиско. Здравствуйте, Александр, доброе утро. Здравствуйте, приветствуем всех. И вот сразу, ну, может быть, говоря про этот фильм, очень сложно ведь находить финансирование, особенно, ну, если это не игровое кино, там, какой-то блокбастер, вот как создавался, каким образом вот появилась идея снять этот фильм, и каким образом вот шло его создание? Знаете, как говорят, денег не было и нет, и это вот о нашем фильме, настоящая правда, даже после года в кинопрокате. Идея возникла благодаря тем людям, которых зритель увидит на экране, именно они стали причиной всего этого, всей этой истории под названием «Где ты, Адам?», их образ жизни, их, как бы, то, о чем они говорят, чем они занимаются. Скажем так, я с ними познакомился в 2005 году, и это часть моей жизни. Я с ними общался 15 лет, независимо от фильма. Идея создания фильма возникла после нескольких лет общения с ними. Нескольких лет общения, это имеется в виду я, когда с ними познакомился в 2005-м, то по приглашению главного героя фильма я приехал к ним на полгода. На полгода, потому что он не дал меньшего срока. Его не устроил месяц, его не устроила неделя, его не устроило три месяца, он сказал на год. Но мы договорились на полгода, и нас было четверо человек, но двое из них приехало через год, в 2006-м, к ним посмотреть. На самом деле, просто хотелось убедиться, так ли оно, как нам кажется. Это уже была не первая поездка на Афон, а вот с ними мы познакомились именно в 2005-м, в декабре. И, конечно, когда я приехал, и был у них полгода, то у меня как раз осыпалось, честно говоря, такое прямо какие-то литературные заметки, их даже записывал, на сегодняшний день они утеряны. Но затем произошло, я к ним стал ездить весной и осенью где-то на 6, на 7, на 8 недель, вне зависимости от того, что не было никаких идей там чего-то создавать. Но была идея это все зафиксировать буквально, вот когда полгода с ними жил, возникла идея это все запечатлеть для истории. Но была идея литературная. Но литератор с меня не получился. А затем я познакомился с некоторыми друзьями, которые непосредственно находятся в киноиндустрии. И возникла в 2008 году идея, я начал спрашивать главного героя о кино, чтобы через кино, через это искусство запечатлеть на все века вот эту атмосферу монастыря, эпохи игуменства Геронды Григория Зумиса, старца Григория Зумиса, который возглавлял монастырь до 2018 года, до своей кончины. Это была на самом деле уникальная атмосфера. И собственно говоря, мы ничего не рассказываем в фильме, а мы поставили задачу в 2008, а фильм начали снимать только в 2014, потому что главный герой картины не давал добро на начало съемок. И с года в год на мои вопрошения Гаврил Охи, то есть нет. И только в 2014 году, когда он от меня услышал, что это будет правдивая настоящая картина, просто мы запечатлеем их жизнь и передадим атмосферу, при том так, как она есть, ничего не приукрашивая, не преувеличивая, ничего не приглаживая. Это для него было крайне важно, чтобы это было со всей каструбатостью, со всей их жизнью, как вот она есть. Но ведь это закрытый мир, куда вообще не допускаются люди со стороны, уж не говоря с кинокамерами, то есть там снимались, я понимаю, эпизоды совершенно, ну, таинства, которые обычно скрыты от людей. Ну, можно сказать, что есть паломники, которые могли быть и 20 раз на Афоне, но то, что они увидят в фильме, они не видели воочию. Но это было, как бы, доверие, которое было уже к 2014 году, я уже был 10 лет с ними знаком плотно, я проводил в этом монастыре ежегодно в общей сложности больше трех месяцев. И поэтому, как бы, доверие, которое было проверено временем, более того, мы договорились, что они будут цензорами, и после окончательной работы они посмотрят фильмы, только если они дадут нам «да», тогда мы пойдем, как бы, дальше. Поэтому, но мы на самом деле ничего не рассказываем в картине и ничего не показываем. У нас задача, как стояла в 2008 году, погрузить зрителя в атмосферу героев. Мы даже о героях не предлагаем зрителю посмотреть на них или послушать, что они говорят. Наша задача – погрузить зрителя в эту атмосферу. Это некоторые путешествия, на самом деле, уникальные, и дальше зависит от человека. Если он сможет первые 20 минут отвлечься от своего главного врага… Телефон. Телефон. Абсолютно верно. То на самом деле он, как на пароме, перенесется на Афон, и он сможет остальные 60 минут, продолжительность его 80 минут, он сможет быть в атмосфере героев. Почему вам было так важно снять этот фильм? Это та ситуация, мы не врывались в киноиндустрию и такие цели не ставили. Это та ситуация, когда ты не можешь себя предать. То есть, если бы я это не сделал, это было бы предательством самим себя. Это самая страшная вещь в жизни – предать самого себя какие-то свои взгляды. Мы ничего не доказываем даже тем кинопрокатам, которые сегодня есть, и тем нашим движением. То есть, то, что мы не вышли за год в онлайн. Мы никому ничего не доказываем. Мы просто делаем то, что должны делать, так, как это видим, так, как это считаем, так, как нам кажется, так, как мы это ощущаем. Собственно говоря, как каждый человек должен жить – это та свобода, которая есть у каждого человека. Как вас вот все-таки приняли за свои вы? Я знаю, что был эпизод, когда вы вызвались почистить печень, там, тем самым удивили. Ну, нужно было залезть полностью, вот, измазаться в саже, там. Это был режиссер. А, это был режиссер, да? Ну, вот видите, режиссер принял удар на себя. То есть, его тоже… Режиссер приехал впервые на съемки в 2015 году весной. И, конечно, вместо камеры у него неожиданно оказалась тачка с бетоном, чистка печи, как вы говорите, нужно было туда залезть. В общем, была проверка на вшивость, я думаю. И, конечно, Саша Запорощенко, он такой парень, настоящий, скажем так, в красной рубашоночке или как это, но настоящий такой человек. И поэтому, конечно, они очень быстро нашли общий язык, и он быстро стал своим. Я даже сказал бы так, что есть в фильме много кадров людей, которых я думал, что нам не удастся снять, потому что за 10 лет до начала съемок я понимал, что их вообще не получится показать, потому что они не фотографируются, не снимаются. Есть люди принципиально, вот мы как бы… И даже несмотря на то, что главный герой, скажем так, даст добро, и я понимал, что это не удастся, но это удалось, и это потрясающе. На самом деле для меня это тоже часть чуда, потому что как там это произошло, как эти съемки в пекарне, которые люди увидят, это невозможно там снимать. То есть, это вообще запрещено просто. Ну, люди не снимаются, люди живут на самом деле в объективе небес, люди живут в реальности, им неинтересно сниматься, фотографироваться. Вот есть один случай, человек участвовал в записи диска, и в этом диске, ну, записал один хор-диск, и вот человек с Дехиара приехал, спел соло на 12 минут, и он его никогда не слушал, что он спел. Он спросил тех, кто писали нормально, они сказали нормально, это все было с одного дубля. Человек ездил 800 километров в Афины в студию записываться, ему неинтересно, что он там спел. Но это на самом деле, это же реальность жизни такая, как должна быть. Это мы ушли от реальности. Ромео, когда подходит к балкону Джульетты, он не достает смартфон и не ложит его в карман, и не слушает, как он там спел в Джульетте. Он и завтра, и послезавтра прибежит, споет от сердца, от души. Это реальность. Это мы живем сегодня в какой-то такой, знаете, странной реальности. Но, с другой стороны, ведь у картины удивительная судьба, потому что больше года она в прокате. И, ну, знаете, вот мы привыкли к тому, что выходит какой-нибудь голливудский блокбастер, первую неделю все ломятся, на второй неделе там уже как-то так, на третьей уже про него забыли. Все, там следующий уже, пришел следующий фильм на его место. Здесь картина целый год находит все новых и новых зрителей, путешествует по городам, странам. Картина гремит на весь мир только тем, что она недоступна. Так как у нас не было средств ни на создание картины, на самом деле картина, у нас не было бюджета и нет генеральных спонсоров, не потому что мы их не искали, потому что мы их не нашли, и даже, скажем так, близкие друзья от меня отвернулись, не поверили во всю эту историю. Но вы с ними продолжаете поддерживать? Это мои друзья, конечно. Я, когда все это началось, вся эта история именно съемок, я сразу это все понял и договорился там у иконы Богородицы, что я не должен потерять ни одного друга в этой всей истории. Все они должны продолжать оставаться моими друзьями, несмотря на независимость от того, как они отнесутся к этому проекту. И более того, я не должен просить два раза. То есть всех, кто будут в проекте, их приведет туда сам Господь. Мы поняли просто, что нас Господь поставил эти обстоятельства, потому что тот, кто пишет книгу о ком-то или снимает о ком-то, должен быть, для того, чтобы это было правдиво по-настоящему, должен быть хотя бы приблизительно в тех обстоятельствах, в которых находятся его герои. Нас Бог поставил такие обстоятельства, что мы все года съемок, это четыре года весь этот процесс продолжался, три года съемок, три с половиной. Я одновременно шел монтаж и съемки, все это было параллельно, но мы поняли, что нас Бог поставил в эти сложные обстоятельства, чтобы мы испытывали эти все трудности и сложности, в которых мы находились, чтобы это было правдиво по-настоящему, чтобы мы были в похожих обстоятельствах, в которых живут наши герои. Но картина находится, как вы говорите, гремит на весь мир только тем, что она недоступна. И должен вам сказать, что кинопрокат был только в Украине, в России, в Белоруссии, в Казахстане частично, потому что там закрыты кинотеатры на сегодняшний день. Но то, что сегодня премьера в Латвии, на самом деле, я бы сказал, что это некоторая победа человеческого духа, потому что то, что сегодня фильм не в США, не в Греции, не в Грузии, это не значит, что мы туда не стучались, не в Испании, не в Италии. Это значит, что латвийцы, латыши захотели фильм у себя. И это невероятно, на самом деле. Это просто... На самом деле это событие для меня космического характера. То, что фильм в Латвии сегодня, а не где-либо. То есть... И это... То, что мы говорили с вами перед передачей, то, что здесь спрос на культуру и спрос на такие вещи, меня это потрясло, честно говоря. То есть то, что фильм в Латвии, это не просто потому, что мы достучались, а потому, что было к кому достучаться. Даже я бы сказал наоборот. Латыши стучались к нам в данной ситуации. Они нас искали. В 19 часов, я напомню, «Фоспланедед Палес» единственный, вот пока, во всяком случае, показ фильма «Где ты, Адам», который рассказывает о жизни закрытого древнего монастыря Дахиар на западном побережье горы Афон. И я понимаю, что эта картина для вас наверняка, ведь была очень действительно личной, такой персональной, и там были какие-то моменты, вот я понимаю, что связанные с главой этого монастыря, тоже очень личные. Дело в том, что картина не просто личная для меня, она станет личной для каждого зрителя, кто ее увидит, потому что эта картина уникальна тем, что там нет нашего взгляда и мнения авторов. Мы убрали руки с картины целиком и полностью, и дали возможность каждому зрителю встретиться с героями картины лично в тишине и глубине своего сердца. Сам Бог не стучится, не врывается бульдозером, как мы врываемся в жизнь других людей, а входит тихо и кротко. Как Христос в апокалипсисе говорит, «Стою, стучу, кто отворит, тому войду и буду с ним вечерить». Вечерить, трапезничать. И более того, когда Бог, врывая, входит кротко в жизнь человека, то Он не предлагает и не настаивает на том, чтобы человек отказался от каких-либо своих взглядов, от всех археологических слоев, от всех космической пыли, которая уже у него там слоями лежит у человека. То есть Он не требует от человека отказываться от всего того культурного слоя, с которым человек живет. Он только предлагает человеку отказаться от греха, от которого, опять же, отказаться, потому что от него страдает человек. Но Он, входя кротко в жизнь человека, Он просто там присутствует. Для нас было крайне важно точно так же внимательно и деликатно отнестись к тем, кого мы снимаем, не врываться в эту ситуацию, чтобы мы были на самом деле незаметны там. И это так и было. То есть в фильме нет ни одной искусственной сцены, ни одного написанного текста. Мы ушли полностью от какой-либо искусственности, от каких-либо своих там планов. И даже, скажем так, когда мы интервью брали, мы больше давали высказаться, чтобы человек рассказал о своем бытии, о своих мыслях, как он живет. Вот не строили интервью, не задавали вопросы, которые, как казалось бы, нам нужны для нашего фильма. Поэтому мы точно так же подошли, в том числе, к зрителю, чтобы мы не врывались на его территорию. Еще в 2008 году была поставлена задача избежать какого-либо ажиотажа фильмом, чтобы не было ни религиозного, ни монашеского, ни афонского ажиотажа. И чтобы для нас было крайне важно, чтобы человек, который зайдет в зрительский зал, чтобы он вышел оттуда с той же свободой, с которой он туда вошел. Чтобы это все произошло лично, чтобы он встретился с героем картины, с Германом Григорием, тоже лично. Чтобы это была личная встреча, без нашего мнения, без нашего участия, без нашего какого-либо посредничества. Поэтому и мы очень счастливы, что это удалось. Откуда мы знаем, что удалось? Потому что большинство зрителей после фильма по отзывам, мы это знаем, пишут о том, что пишут не о монахах, пишут о своих семьях. Большинство зрителей, выйдя из зала, думают о своих супругах, о своих детях, о городе, в котором они живут, а не о Греции, а не об Афоне. И для нас это самое большое счастье, честно говоря. Были, я знаю, суровые действительно условия. Там была очень суровая зима и снежная. Это уже так пришлось пройти через испытания. Там, по-моему, чуть ли не замерзли как часть съемочной группы. Это был момент крайнего непослушания нашего оператора-режиссера. Он же монтажер Александра Запорощенко, прекрасного человека, моего друга. Это его режиссерский дебют, между прочим, на котором я настоял. Я видел его операторские работы. Это человек, который владеет, скажем так, когда человек снимает, и видно, что это киноязык, когда он повествует через камеру, то для меня это... Я просто очень много, скажем так, в свое время на Бергмане, как говорят, сидел. И, скажем так, когда я сегодня слышу, что от кинокритиков что-то там о Тарковском, что там что-то медленно, что-то затянуто, так и вызывает у меня какой-то смей, какое-то непонимание. В том смысле, что это же внутренний мир человека. Александр Запорощенко, когда ходил в съемочную экспедицию на вот эти снега, состоялся одного человека. Это был момент его некоторого непослушания. Он, конечно, поехал внезапно на Афон, потому что там выпал снег. Ему по его творческому замыслу была нужна зима. И он буквально звонит. Это было перед Рождеством. Я никуда не мог ехать, потому что у меня были обязанности в Киеве. И он поехал на Афон, но на вершину он пошел. Не на вершину, это 1500, это под вершиной. Вершина 2. Это та площадка, откуда стартует уже на саму вершину. Там уже нет деревьев на этой площадке. Так называемое место называется Панагия. И так в предании ходит такое предание, что до этого места дошла Богородица. Ну, в принципе, это реально. Там тропинка. Ну, как тропинка. Там нужно приложить усилия. Он шел час по снегу. Он снял то, что ему было нужно, и спустился вниз. Но это было достаточно опасно. Честно говоря, он по пояс шел в снегу, и съемочная экспедиция была в лице одного человека. Да. Ну, на самом деле начиналась экспедиция с двух человек, в смысле. И большинство всех съемок, это было два человека. Это был Запорощенко, и был я под рукой, который решал все организационные моменты, и все, что нужно было дальше для его съемки. Держать микрофон, камеру и так далее, что нужно было необходимо. Нам, к сожалению, показывает, что время передачи завершилось, но, тем не менее, вот мы еще раз обращаем внимание, в 19 часов в Splendid Palace у вас есть возможность посмотреть уникальный фильм «Где ты, Адам», документальный фильм, который рассказывает о жизни монастыря Святой горы Афон. А сегодня в нашей студии был протодиакон и продюсер этой картины Александр Плиско. Спасибо вам большое. Спасибо взаимно. Спасибо вам большое. Всей Латвии.